Юные ивановские химики произвели фурор на Балтийском научно-инженерном конкурсе. Пятеро школьников вернулись из Санкт-Петербурга с четырьмя престижными наградами. О конкурсе и цене победы рассказали сами ребята и их наставники. Это один из самых крупных конкурсов, образовательных проектов для школьников у нас в России. И не только у нас в России, но приезжают на него ребята из стран СНГ. Право представить свои научные проекты в Санкт-Петербурге пятеро школьников получили, став призерами Ивановского областного конкурса юных химиков. А потом началась усиленная подготовка. Подготовка, безусловно, была достаточно интенсивная, как у ребят с руководителями, так и у нас с ними. Потому что я считаю, что этот конкурс очень важный, перспективный и очень развивающий. То есть ребята там выступают из различных секций, из биологии, математики. Они могут расширить свой кругозор, познакомиться с новыми ребятами из России и стран СНГ. То есть это достаточно, так скажем, уровень серьезный, и поэтому надо выглядеть тоже, соответственно, серьезно. Сам конкурс проходил в формате стендовой сессии, к которой каждый из участников подготовил плакат по теме своего проекта и небольшое выступление. Группы жюри, подходя к каждой работе, могли ознакомиться с наработками конкурсанта. Руководителей на смотр не пустили, что прибавило волнению участникам. Там они находились, вот в этом инкубаторе, скажем так, там было очень много членов жюри. У них было совершенно разное жюри. Кроме научного жюри было молодежное жюри, бизнес жюри. Были ведущие компании, причем совершенно разные, как связанные с информатикой, программированием, так и заканчивая химическими отраслями. То есть у них это все происходило в достаточно интенсивном ритме, и приходилось перестраивать свои доклады на разные языки. Научному жюри приходилось говорить более научным стилем. Бизнес жюри нужно было делать упор на применение и, соответственно, выход какой-то вот продукта. Работа Наташи Кукушкиной называлась «Получение перспективных красителей на основе химически модифицированного хлорофила». Проще говоря, создание малотоксичного красителя для одежды. Тема была выбрана не случайно. Это является весьма перспективным, так как экологически чистые красители сейчас пользуются интересом у многих бизнесменов и у других людей. Автора проекта экологически чистых красителей по достоинству оценила молодежная жюри. Ученица химлицея получила премию за лучшую зеленую работу. В планах у девушки продолжить работу в заданном направлении и усовершенствовать полученный краситель. Второй призер конкурса – Катя Ершова. Для своего проекта выбрала тему, над которой годами бьются и взрослые ученые. «Моя работа называлась «Нанокапсулирование биоактивных барбитуратов в транспортных протеинах плазмы крови». В данной работе я пыталась получить новое противораковое средство. По моему мнению, проблема онкологических заболеваний является самой, наверное, актуальной сейчас в нашей стране, во всем мире. И я пыталась внести свой, пока может быть небольшой, но вклад в изучение и дальнейшую реализацию данного проекта». Тема для школьного конкурса не совсем обычная. Возможно, именно смелость суждений ученицы 10 класса и привлекла интерес жюри. Кате вручили премию за благородные начинания. Третьим ивановским лауреатом, тоже, кстати, в области медицины, стала ученица 4-й школы Кати Бабышкина. Работа над выбранным проектом для нее была особенно актуальна. «Тема моей работы – исследование эффективности препаратов против лактазной недостаточности. Я выбрала именно эту тему, так как в первую очередь я болею сама этой болезнью. Мне было интересно узнать побольше о ней и, собственно говоря, сделать исследование». В ходе работы над проектом Катя и для себя подчеркнула много полезной информации на более эффективных препаратах против этого недуга и сумела заинтересовать самое придирчивое – бизнес-жюри. А также стала лауреатом молодежной премии за самый общественно полезный проект. В планах у школьницы поступление в ИГХТУ и работа над другими, не менее важными проектами. Собираясь на конкурс, Оля Вадянова не могла представить, что ее наработки по теме «Молекулярные роторы» обеспечат ей победу. Но именно так и произошло. Ученица 4-й Ивановской школы заняла первое место в престижном научном конкурсе. «Подготовка к конкурсу шла практически целый год, начиная с лета. То есть сначала я участвовала в летней школе юных химиков, потом в областном конкурсе юных химиков. И именно победа в нем мне дала право участвовать в Балтийском научно-инженерном конкурсе. Было, безусловно, сложно, потому что надо было проштудировать много литературы, все выучить, понять. Но я думаю, у меня получилось». Победа обеспечила Оле путевку в числе других талантливых школьников на всемирный научно-технический смотр Intel ISF, который пройдет в мае этого года в США. Всего в команде от России 30 юных ученых. Теперь Оле предстоит еще более серьезная подготовка, ведь представлять свою страну ей придется на английском языке. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.